Девушки отдыхают Он называется «Бенефис». Ваш «Бенефис» в Московском Международном Доме Музыки. Ну, такой журналистский вопрос для затравочки. Вот какие даже для вас, может быть, неожиданные вещи вы хотели бы, чтобы прозвучали на концерт? Как вы понимаете, концерт будет у нас 4 числа. Это праздник, праздник народного единства. А народ наш един, могуч и душевный. Так что, друзья мои, приходите на концерт, попоем вместе, будем праздновать наш праздник. Да, это будет воплощение единства. Обычно на ваших концертах так и происходит. Ну, слава богу, слава богу, что... А то бывает артист сам по себе, а публика сама по себе. Оркестр еще, не дай бог, есть, тоже сам по себе. Так мы будем все вместе. Вместе мы сила! Конечно, прозвучат песни военных лет «Первый блок». И для меня это будет очень приятно, что эти песни прижились в нашем сердце, в нашей душе. Это наша боль, это наша радость, это наша победа, это наш народ, это наша земля. Вот с этого я начну концерт. Дальше? Ну, а дальше будут песни душевные очень, замечательные, сердечные. Про любовь. Про солнечную Италию. Вот замечательные итальянские песни, которые, как бы мы ни говорили сейчас, но все-таки есть, мне придется спеть и классическую, все-таки я классический певец, да? Арии Зопера. Арии Зопера, не только Арии Зопера, но будут и неполитанские песни, и классический Рахмайнов будет, Чайковский. Это будет даже, у меня будет, будет со мной замечательный мой друг и пианист Олег Вайнштейн, который будет мне компонировать. То есть будет камерная вещь Рахмайновская? И будет и Камерный, и Романс, и Рахмайнов, и Чайковский, но будет и с оркестром, замечательным оркестром. Так что милости просим, приходите. Кто еще не успел взять билеты, так что, а если их нет, то я приглашаю его так без... Приходите так, все-таки праздник, 4 число, это День единства. А я хочу спросить про другое число. Может быть, для кого-то это число крайне несчастливое, или такое есть проверие. А что для вас 13-е? Вот, вы не поверите, 13-е число для меня, это, конечно, это мой день рождения. Кто не знает, я родился 13-го, причем марта, 13-го, 3-го, но прекрасный... Я не представляю, что если народ смотрит 13-е... А я всегда, когда я учился в консерватории, мне выпадал 13-й билет, я в кинотеатр шел, 13-е место. Вы не поверите, даже в самолете бывает, что я на 13-е место сажусь. Так что ничего страшного, 13-й этаж, мне это не пугает. Человек я православный, так что в эти я не верю и не испугаешь меня этим числом. Я почему спрашиваю, иногда я смотрю в ваших программках, 13 номеров в программе. Думаю, что это не специально. Первое отделение. Конечно, да, первые 10 минут отделения. Думаю, что это не специально, но... Ну так получается, но мне приятно всегда, когда я вижу 13, мне очень приятно это число видеть. И стараюсь так, чтобы первое отделение закончилось на 13. Но когда я все-таки спрашиваю о тех неожиданных вещах, которые вы готовите в программе, я понимаю, что есть живое общение с публикой. И зрители, которые приходят на ваши концерты, они прежде всего, помимо, конечно, роскошного вашего баритона, ценят сердечное, живое, непосредственное общение. Когда может прозвучать какая-нибудь зажигательная неаполитанская песня, сидит ошарашенная публика, а вы заканчиваете. Ну, все! Ну, а что уже, если все? Если все, а люди сидят совершенно... Если уже все. Это очень приятно, конечно. Так вот, помимо этого, Василий, есть ли какие-то вещи, которые вы обязательно добавляете в концерт? Потому что все равно, ну, такое ядро программы, оно существует, и мы обожаем все эти вещи. Но когда добавляется какой-то новый опус? Ну, конечно. Но я стараюсь, чтобы программа не выбивалась. Все-таки была одна форма, и как-то шло бы в одном русле. Но иногда, если я могу позволить, если есть такие вот более-менее, как мы называем, легкие жанры, да, там можно где-то вставить какой-то новый, незапетый романс и какую-то вообще никому неизвестную песню. Это замечательно. Особенно на бис, можно на бис где-то там пристроить эту песенку, где она может быть забытая, но она не звучала. Но есть такие песенки, вроде бы на бис совсем маленькие. Все отнял у меня Рахман. Например, это все-таки романс, за который ты за полминуты должен родиться, влюбиться, прожить и умереть. Вот это такая же... Четыре строчки, по-моему, да? Да, но все отнял. Кто? Да, вот, конечно. А напомните, Василий, напомните нашим зрителям. Все отнял у меня. Сотнял у меня, казнящий бог, здоровье, синволи, воздух, сон. К сожалению, нет рояля. Нет Вайнштейна и нет Мацуева. И кажется, мы сейчас потеряли звукорежиссера нашего. От неожиданности, мне кажется, там... Да нет. Нет? Такие люди нам нужны. Без звукорежиссера никуда. Спасибо, на самом деле, это было очень неожиданно, очень в точку и очень здорово. Там есть еще две строчки, которые заканчивают. Да, одну тебя при мне оставил он, чтобы я ему еще молиться мог. Удивительно, конечно. Вот хорошо, что я вспомнил. А вот возьмите Христос воскрес, Рахманин поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Это про сегодняшний день Мережковский написал и Рахманин. Величайший романс. Мир полон кровью и слезами. И этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Если б... Это... Вот сегодняшний день, посмотрите, войны, кровь, страшная беда. Это все про нас. Да, есть вещи, которые не только пред алтарями страшно звучат. Отдаются в сердцах такой болью. Я хочу спросить, вот профессия ведь дала вам все. А много ли приходится отдавать профессии? Чем жертвуете? Ну, простым языком, если сказать, приходится давать почти все. Почти все. Это путешествие. Это 100% даже быть работоспособность. Это общение. Я мало общаюсь с друзьями, потому что я сегодня там, завтра там. Послезавтра я не представляю, если нормальный человек может прожить вот или жить в таком ритме. Это очень трудно и сложно. Но, тем не менее, надо быть в вокальной форме, человеческой форме. Душа должна быть на месте, должна быть холодная голова, горячее сердце. Но, тем не менее, физическое здоровье. Так что надо помимо того, что быть в этой форме, надо быть еще в физической хорошей форме. Иначе... Показали на горло аппарат драгоценный. И очень многие певцы такое ощущение, что живут ради голоса. То есть голос – это флаг, это единственное, вот просто единственное, что есть в жизни. А у вас как в жизни? Вы для голоса или голос для вас? Кто главенствует? Ой, Господи, это... Нет, я вместе с голосом. Потому что, если я буду разделять, это какой-то палатный номер 6, получается. Я спокойно к этому отношусь. Я из тех вокалистов... Но все-таки сначала Василия, а потом... Я из тех вокалистов, которые не вокалист, понимаешь? Вот, все-таки я люблю жизнь. И не только голос, это всегда при мне. Так что я всегда говорю спасибо, Господу Богу, за то, что у меня есть вот этот инструмент, который я родился вместе с ним. И говорю всегда спасибо моим педагогам, которые меня выучили, научили, дали мне кусок хлеба. И это всегда я благодарен. Но я не такой, знаете, уж такой вокалюга за фанатизм. Нет, я нормальный человек, абсолютно. Вот без шапки, зимой без шапки, зимой без шапки, даже шарф нет времени купить себе. Так вот, вот так и мучаемся. Приходится, да, без шарф как-то вот так вот приходится закаляться. Приходится в галстуке. Вот вы упомянули педагога, вы впрямую не учились у Владимира Андреевича Атлантова. У вас другие были педагоги в консерватории. Но я помню, что мы с вами говорили, что вот первые записи по радио, это как раз его исполнение. Нет, он когда пел, и если мы послушаем сейчас его записи, это до мозга костей, как мы говорим. Это потрясающе. Это вот такой голос, который тебя пробивает насквозь. Это такой рентген. И я влюбился в этот голос. И вы не поверите, мне пришлось петь с Владимиром Андреевичем «Пиковая дама», мы пели вместе. И я услышал этот величайший тенор. Помимо того, что у него был голос и есть, слава тебе Господи. Но какой он замечательный человек. И друг, и на сцене, и в быту. Так что я хочу сказать, он великий во всем. Ну, я спросил не случайно, мне попалась строчка из его интервью. Он сейчас живет в Вене. И вот его спросили, часто ли он бывает на оперных спектаклях. Отвечает, нет, потому что слышал таких певцов, каких сейчас очень мало. То есть, меня. Да, и дальше называет. Конечно, нужно назвать Василия Гирелла. Как он фантастически держится на сцене. Владимира Галузина. Феноменальный голос по объему. Но интервью давнее, он вспоминает Галину Павловну Вишневскую, чей голос выдающейся красоты, конечно, невозможно забыть. И вот дальше такая фраза. Если раньше это были россыпи, сейчас единицы. Вспоминается тут же Ваша шутка. Да, звезд много, петь некому. Это правда. Звезды все на небе. И далеко, и холодные. Вот время такое, время звезд. Кошмар. Мариинский театр – один из организмов творческих, в которых, мне кажется, удивительно сбалансирована вся оперная программа. В достаточной степени есть русские композиторы. Если мы говорим о россыпи звезд, то это, безусловно, россыпи итальянских композиторов. И, что редко бывает на российской сцене, очень серьезно представлен товарищ Вагнер. Да. Я помню, опять же, мы с вами какое-то время назад, лет пять или шесть, говорили о том, что, конечно, есть в копилке любимые Беллини, Дени Цетти, конечно же, Верди. Но вот к Вагнеру есть ли подход? Конечно, это величайшая, великая музыка, великий Вагнер. Но к моему голосу я скажу, что еще, если я смог бы, мне кажется, и мне хочется спеть Амфортоса, это в Парсифайле, и мне хочется спеть Вольфрама, Татангойза. Это замечательно, и то, что написано очень хорошо для моего голоса, для баритона, для баритона-баритона, потому что там, возьми Вагнера, любую оперу, великая музыка. Ну, там нужны все-таки драм-баритоны, все-таки бас-баритон звучит, и стенобитные тенора, сопрано, вот такие железобетонные, которые выходят и... Но то, что касается для моего голоса, это Вольфрам и Амфортос. Значит, это Парсифаль и это Тангейзин. Мне очень нравится, как Валерий Беслович Гергиев воспитал публику российскую, которая, зная, условно уже, и проходя это неоднократно, сколько идут спектакли вагнеровские, приходит уже с корзинками, да, и в перерыве антрактов бывает минимум два, пять, а и то и больше часов, вот перекусывают люди, ждут, никто не расходится, с детьми приходят, это, конечно, удивительно. Для России, мне кажется, что это очень показательный вопрос. Ну, конечно, маэстро Гергиев воспитал публику, можно сказать, потому что Вагнера был всегда дефицит, да, в России, в Советском Союзе очень мало, Лоенгрин шел, может быть, и еще что-то, боюсь ошибиться. Ну, вот сейчас летом спели Лоенгрина. Да, но в нашем театре почти все идет, и благодаря маэстро Гергиеву, так что вперед, вперед, и, конечно, Мариинский театр, это флагман, флагман всех всех театров. Да, если в Байроте воспитывают уже не один десяток лет, и невозможно достать билеты, надо заранее, я так думаю, что лет за пять, наверное, вставать в очередь, то в Мариинском театре тоже не купить билеты. И слава Богу. Но надо вот на эти цифры выходить, чтобы за пять лет уже стояла очередь. Ну, какие наши годы. Особенно, когда вы будете и в Парсифале, и в Тангейзере. Даст Бог, загадывать не будем, но мы хотим. Самое главное, желание. Ну, почти созрел. Спасибо большое. Спасибо, Василий Георгиевич. Спасибо. Значит, возвращаясь к концерту, который будет завтра, итальянский, может быть, немножко немецкого языка, французского, украинского, и, конечно, русский язык. Это тот фантастический пласт военных песен, когда зал и вы – это одно целое. Спасибо. Спасибо большое. Василий Герелло сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Хорошего настроения. Спасибо.